Используем все возможности подключения для караоке у артефакта. Например, подключаем с помощью Bluetooth мобильное устройство. Для этого заходим в настройки вашего устройства, включаем Bluetooth, находим вот этот вот Bluetooth, подключаемся к нему. Пожалуйста, Bluetooth подключен. Зайдем на YouTube, найдем тут караоке. Не знаю, что это за ролик. Включаем микрофон. Раз, два, три. Раз, два, три. Обратите внимание, что звук от источника, будь то YouTube, либо YouTube, он может различаться. Также от залитого видео. Поэтому, например, на YouTube иногда видео громче работает. Аналогично мы можем подключить телевизор, если у него есть Bluetooth. Давайте попробуем. Для подключения телевизора к Bluetooth воспользуемся теми же самыми настройками, как и у вас на вашем мобильном устройстве. Найдем подключение устройств. Раздел Bluetooth. Найдем наш артефакт. Подключился. Теперь нам необходимо найти караоке. Здесь у нас YouTube. Я бы, на самом деле, уже пробовал бы и Routube использовать, так как звук на нем бывает, что громче записан, и караоке больше отечественных в хорошем относительно качестве. Ну, здесь тоже на YouTube есть старые базы. Пожалуйста, жуки. Звук идет у нас из системы. Один. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Можно подстроить громкость отдельно микрофона, отдельно фонограмму. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. В общем, таким образом сделали караоке. Что делать, если у вашего телевизора нет Bluetooth? Давайте разбираться. Если у вас нет возможности подключить артефакт по Bluetooth и таким образом сделать караоке систему, воспользуйтесь либо стандартными входами RCA, аналоговыми для звукового сигнала, либо используйте вложенный в комплект оптический кабель. Для этого аккуратно снимите оконечник с одной стороны и аккуратно соедините ваш телевизор и артефакт. На устройстве, на артефакте, с помощью кнопки MODE переключите канал. Это обычный AUX, вот этот. Вот, зажегся. Значит, мы включили сейчас наш оптический канал. Проверьте настройки звука в вашем телевизоре. Для этого зайдите в его меню. Оно может быть различным у каждого производителя, но примерно одинаковое. Найдите настройки звучания. Оптический выход. Все верно. Но у вас он может быть каким-либо другим. Вам нужно будет поменять на оптический выход. После того, как мы все подключили и подстроили нужный вам уровень звука, найдем точно так же наш YouTube либо Rutube в данном случае уже. Выберем какой-нибудь karaoke. И проверим уровень звука. Возможно, он даже будет лучше, чем звук, который передает по Bluetooth в ваше мобильное устройство. 1, 1, 2, 3, 4. Все работает. Подключено по оптическому кабелю к вашему телевизору. Субтитры создавал DimaTorzok